На российско-украинском приграничье уже практически началась гуманитарная катастрофа. Большое количество беженцев с восточных украинских регионов перешли уже границу России и разместились в приграничных территориях Воронежской, Белгородской, Курской области. И сейчас наши местные власти занимаются обустройством и приемом этих людей. Поэтому думать, что Россия в этой ситуации является посторонней стороной и не имеет к этому никакого отношения, это просто глубоко заблуждаться и не иметь таких факторов и условий для дальнейшего объяснения этой ситуации и ее разрешения. Я сейчас даже не хочу комментировать политику и позицию американцев. Знаете, сейчас только что в Киев приехал Керри, и он так себя ведет, что мне кажется, что ему нужно поставить его собственную персональную палатку на Майдане, чтобы там он уже находился и принимал, как говорится, украинских политиков. И в этом смысле меня очень задевает и кажется несправедливой претензии к России в отношении ситуации на Украине. Я хотела бы обратить ваше внимание на то, что не Россия развязала то, что происходило и до сих пор происходит в Киеве. Не Россия устроила этот Майдан. России пришлось до самого последнего момента отмалчиваться. Будем думать, что из-за Олимпиады, которая проходила в этот момент. И все, что происходит сейчас, это в значительной степени как бы реакция на те события, которые уже произошли и в Киеве, и сейчас происходят на Украине. Мне кажется, что западные политики и эксперты не вполне осознают собственный потенциал и живые человеческие чувства и настроение этого населения. Все время думают, что все, как говорится, идет от России. Но я недавно совсем была на Украине. Когда мы там были буквально за спиной, нас накрывали эти события, которые там происходили. И было очень заметно, что это было в значительной степени, даже вопреки тому, чего мы хотели. Люди сейчас высказывают свою точку зрения, и в значительной степени это реакция на то, что происходит в Киеве. Поэтому в Киеве нужно разбираться и с нынешним правительством, и с нынешними законами, которые там применяются, и с теми документами, которые подписаны были в феврале месяце. Потому что самая главная дилемма, которая вырисовывается уже сейчас. Запад и, прежде всего, американцы настаивают на том, чтобы Москва приняла в качестве легитимного то правительство, которое фактически само себя назначило.